привет ребята сегодня у нас немножечко такой вот интересный будет разговор дело в том что я получаю от вас естественно как всегда много вопросов разных писем и вот здесь было одно письмо как-то пришло которое очень меня так сказать вдохновило и очень такое вот положительное доброе такое письмо пишут ребятам семейная пара 35 плюс ребята из израиля то есть как мы понимаем что уже как бы они ну грубо говоря в эмиграции хотя израиль это немножечко не иммиграция все-таки репатриация да ну неважно уже то есть люди пройдя одну эмиграцию думают о второй эмиграции по абсолютно разным причинам то есть как бы у каждого это причины свои почему мы уезжаем из одной страны едем в другую ищем себе так сказать место под солнцем и сегодня действительно благодаря новым технологиям и тому что нету никаких границ то это получается как то что весь мир открытый и мы имеем право и возможность наверное прежде всего жить там где мы хотим и вот ребята как бы задаются таким вопросом что вроде как вот пожили здесь пожили уже там более тринадцати лет если не ошибаюсь и как-то ну вот не совсем комфортно они себя чувствуют и я их понимаю то есть какой то не чувствует что вот все вот это мое место и здесь я хочу жить там сказать до скончания до моих последних дней то есть чего-то еще душа куда-то рвется чего-то еще хочется сделать причем у ребят уже трое детей и они достаточно такие самостоятельно состоявшиеся люди то есть там получается что он уже это как я поняла по последнему месту программист уже как более шести лет а до этого в общем-то был тракером да то есть работал водитель больших грузовиков и я могу вам сказать что такая то есть уже непосредственно то что он сделал такой переворот своей жизни после водителя трака стать программистом и причем это понимать состоявшимся потому что он работает в этой профессии уже так сказать несколько лет это действительно сильный человек сообразительный как мозги работают в нужном направлении то что нужно и его супруга тоже я так понимаю что она учитель по специальности и видимо работала на каких-то работах в израиле не по профессии и в общем то видимо как-то для себя решила что вот область к юэй это может быть хорошим делом и я очень кстати поддерживаю ее во первых был правильный выбор сделан в нашем времени в любой стране это нужная специальность также как и специальность программиста вот и как бы ребята говорят окей то есть у нас трое детей не маленьких и мы при том что уже как бы многое в жизни прошли и сделали и добились мы готовы сделать это еще один раз я могу во первых сказать ребята молодцы вперед это первое то есть молодцы вперед потому что как бы не нужно не нужно облениваться и заходить в зону комфорта да то есть сегодня мы много слышим про зоны комфорта что люди в общем-то сидят в чем-то в чем-то в чем они уже себя комфортно чувствуют и в общем-то не нужно как сказать никакого дальнейшего роста во всех планах то есть ребята молодцы несмотря на то что они добились вроде как-то вроде им живется наверняка не совсем плохо то есть Понятно, что со своими трудностями Но как-то вот чего-то еще хочется сделать Я их понимаю Во-первых, ребята, молодцы, вперед Я за И вопрос как бы Основной вопрос был такой, что Им порекомендуйте, а вот что нам может подойти Или можем ли Какие там шансы Или что, куда лучше обратиться Смотрите, как я уже, наверное, повторюсь Не один раз, как я уже говорила, что Смотрите Есть целое видео этому посвящено По поводу того, что у каждого Есть права приехать и жить в Канаду И не только в Канаду Но как вопрос был в Канаде связан Так я говорю, у каждого есть права Приехать и жить в Канаде По поводу того, как это делать И советовать какие-то организации Я тоже не буду, не собираюсь Потому что для каждого индивидуально Организаций есть много и, в общем-то, много хороших Много есть и всяких таких плохих Но я могу вам сказать такое Что прежде всего Прежде всего Вы сможете приехать Ребята, у вас отличные специальности И у вас здесь сразу найдете работу Поэтому прежде всего не бойтесь ехать Потому что работа вам, ну, считайте, уже обеспечена Вы можете попробовать В общем-то по каким-то рабочим визам приехать Это будет быстрее Но нужно найти такого работодателя Который, у которого было бы место Который был бы готов делать своеобразную Такую бюрократическую волокиту Для того, чтобы вас пригласить Либо идите в компании В агентство Которое этим занимается У них, как правило, тоже есть Такие вот работодатели Вы спрашиваете меня Какие агентства? Смотрите, я еще раз скажу Наверное, повторюсь Обычно, по идее Насколько я раньше проверяла На официальном сайте На официальном сайте иммиграции в Канаду Есть списки агентств по каждой стране Которые, как считается, лицензионные Что ли, лицензированные Канадским, как бы, правительством То есть в каждой стране Есть по несколько таких вот агентств Которые лицензированы Канадой Канадским правительством По поводу иммиграции, значит, людей И вы можете смело в них обращаться И не бояться Мы, да, тоже ехали через агентство Я не буду называть его имени Довольно-таки крупное и большое В Израиле Вот Там, как бы, все нормально было у нас Но Я вам говорю, как бы, что Если вы хотите, вы все-таки по возрасту Я так посмотрела И семейные статусы, все У вас есть все шансы делать это самому без агентств То есть вы можете просто зайти на сайт иммиграции Канады Заполнить самостоятельно все эти анкеты, таблицы Сделать все самостоятельно, абсолютно И поверьте мне, скорость вашего процесса Не будет ничем отличаться От той скорости, если это будет проходить через агентство Абсолютно То есть вы, по ходу, ребята, сообразительные То есть у вас вообще не должно быть с этим никаких проблем Поэтому, как бы, вот Именно вот этот мой репортажик Он Меньше может быть направлен на то, чтобы Сказать Как вам это все делать А больше такой философский В плане того, что вы молодцы Что вы хотите это делать Во-первых, я вас поддерживаю Вперед Хочу сказать, что Многим, кто прошел уже одну иммиграцию Израильскую иммиграцию Какую-либо другую И Канада это уже не первая его страна После страны исхода То могу вам сказать, что это все намного проще Уже ребята, которые однажды это прошли Второй раз идут уже, как сказать, по накатанному Это все не так страшно Как в первый раз И Если мы берем во внимание То количество информации, которое сегодня можно достать в интернете То количество информации, которое Есть на разнообразных форумах То Ну просто Вообще нечего бояться И кроме этого есть куча ребят Которые уже по приезду смогут помочь Всегда И можно как-то познакомиться То есть что я хочу сказать В общем Вот Молодцы ребята Надо учиться от таких Дерзайте Если есть силы И если вам некомфортно в вашей зоне комфорта Молодцы, выходите из нее Что еще хочется сказать Ну мне очень вот так тепло было читать это письмо Я может конкретно Сейчас даже не знаю вот как сообразить Что вот такого сказать Чтобы поддержать Или как-то Дать какую-то там рекомендацию определенную Да Но Вот В этом же письме ребята написали Что в общем-то читали и положительные И отрицательные стороны Да То есть мы должны понимать Что Канада Очень хорошая считается страна Для уровня жизни Семей, детей И вообще людей Но здесь тоже есть много своих минусов Очень много своих минусов есть И как бы Не нужно их упускать При пересматривании При выборе страны жизни Да Страны для жизни Нужно брать во внимание Конечно же и минусы Не только плюсы И тут может быть я плавно так перехожу К вопросу там о том Что меня спрашивали А вот чем Израиль лучше чем Канада Или Где вам больше нравилось жить В Израиле или в Канаде Или почему вам было так плохо в Израиле Что вы уехали в Канаду Мне не было плохо в Израиле Ребята Мне было очень хорошо в Израиле Мы жили неплохо И может быть даже Намного лучше чем многие другие Мы хорошо работали с супругом И в общем-то Все было тип-топ Но был дискомфорт определенный И который тяжело объяснить И у каждого вообще человека Я считаю свои причины На иммиграцию существуют И то что я в общем-то хочу сказать Что мы просто так Мы тоже сказали Что еще вроде как есть порох в пороховницах И сегодня так сказать Все перед нами открыто Ну просто как-то хочется попробовать Хочется использовать возможность Которую дает тебе жизнь Пожить в другой стране Пообщаться с другими людьми Понять другую культуру И понять, что может быть Это и есть та страна Где мне будет хорошо И вы знаете, так и оказалось Мы просто решили попробовать Это был непростой путь Скажу вам так Это был процесс четырех лет Мы учили язык французский Потому что мы ехали по клубэкской программе И сначала мы ехали по английской Мы оформлялись на английскую часть На антариевскую Но спустя год после ожидания Нам сообщили, что ретрактивно Все программы год назад закрыты Потому что нету надобности в людях Окей, год ушел даром Нам сказали Сейчас есть опция Давайте ездить через французскую часть Мы сказали Окей, но надо же учить язык Они сказали Ну если вы хотите То вы будете учить, нет? Мы сказали Ну вроде бы как оно Ну да, но в то же время Как-то вот это же учить с нуля Это не то, что английский подучить Который уже как-то на слуху был у нас Со школы И как-то вокруг ты его слышал Там то в кино в каком-то То как-то Ну не знаю А тут с нуля вдруг Какие-то фразы По типу Жамапель Инна И там И так дальше Господи Боже мой Спасите меня Это вообще Такой корявый язык Казался мне Хотя он очень красивый Но для человека Который его никогда не учил Это в общем-то Ужас Это был для меня кошмар Началось мучительное изучение Французского языка На протяжении двух лет Изо дня в день С маленьким ребенком на руках Это в общем был ужас Кошмар Но мы это сделали Мы сделали это И мы прошли экзамены И письменные И устные И боженька избавил нас от интервью Слава богу Нас провели без интервью Сказали ребята молодцы Проводим вас без интервью Мы сказали вау классно Но это был процесс четырех лет Вот То есть это не только было желание Такое хоп Ну поехали Давайте Канада Значит Канада Поехали Это еще в общем-то Была такая своеобразная работа И кстати по дороге было очень много сомнений Ехать не ехать А уже столько времени это берет А жизнь уходит И мы уже могли бы как-то здесь вроде бы Вот что-то уже Пустить корни Но Как-то вот Все-таки решились И решились И приехали Я могу вам сказать Что я очень довольна Тем что мы приехали И возможности которые я могу здесь дать своим детям Они намного больше Чем были бы у меня в Израиле И По поводу Меня спрашивают Что лучше Что хуже Ну смотрите Во-первых климатический фактор Очень важный Ну то есть так как я сильно жару не люблю Поэтому для меня это плюс В Канаде Канада считается холодной страной В каких-то районах более холодной В каких-то менее Но могу вам сказать В Ванкувер Кто любит постоянное лето Вот пожалуйста Ейте Ванкувер И лад номер два Но я могу вам сказать Что По большому счету По большому счету Для меня погодный фактор Он не был основным фактором В выборе места жительства Что хуже Что лучше Да вы знаете Тяжело так Однозначно сказать Для каждого человека По разному И сравнивать Израиль И Канаду Это глупо Это две абсолютно разных страны С разным темпераментом С разным народом С разной культурой Невозможно сравнить Невозможно сравнить Просто разные два мира И в каждом Свои огромные плюсы И свои минусы Просто тут действительно Вопрос личного комфорта Что лучше для вас Как вы себя видите Подумайте Просто Как вы можете Видеть себя Через там Скажем Пять лет В вашей стране Где вы живете Как Возможно Вы будете жить Через пять лет В другой стране И насколько быстро Вы хотите добиваться Тех или иных Каких-то Вещей То есть Нужно понимать Что Вы приезжаете В новую страну Это прежде всего Какой-то дискомфорт Первое время И будете ли вы готовы К этому дискомфорту В первое время Или вы В общем-то Уже вам Хочется как-то Уже какого-то Душевного покоя И поэтому Давайте-ка Затормозим И все это оставим То есть вы должны быть Готовы к тому Что это процесс 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 длинный Не всегда Который увенчивается Успехом Каждый ваш шаг С трудностями Но это возможно И я считаю Что пробовать нужно И все кто хочет И кто сомневается Во всяком случае Попробуйте Потому что спустя Десять лет У вас уже не будет Сил на это А возможно Вы будете сидеть И жалеть А может быть Нужно было Вот поехать А как-то вот Вам обломалось Или было лень И вы И Дошечка Тише пожалуйста И как-то вот Не попробовали И жалейте А вот Если вы сделаете Этот этап Попробуйте Вы скажете Вы знаете Мы все попробовали Мы это сделали Но не получилось Или мы сделали Но нам не понравилось Но мы это сделали То есть чтобы не жалеть В будущем О том что вы могли бы Сделать и не сделали Делайте это Делайте Поэтому ребята Удачи И надеюсь Когда-то увидимся В Канаде Пока